В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Видно продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд». В этом году запланировано было 20% софинансирования на все адреса. В прошлом году, для сравнения, было софинансирование 50% выборочно. Каждый месяц для жителей поселка Володарского работает мобильный офис «Мособл-Ирц». Мне нравится то, что не нужно выезжать в район, а принимают именно здесь, на поселение. В парк отеля «Орловский» прошел масштабный фестиваль моды, музыки, гастрономии и флористики. Наконец-то мы можем достичь такого состояния, когда россияне будут носить российское и гордиться российскими брендами. Видно продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд». Из заявленных на 2023 год 32-х работы уже завершены в 23-х подъездах. Еще в 16-ти сейчас идет ремонт. Наша съемочная группа побывала в нескольких из них. Пару лет назад подъезды чаще всего красили в персиковый и бежевый. Потом в моду вошел салатовый. Теперь вот можно встретить вот такое вот интересное сочетание сиреневого с серым. Кстати, цветовую гамму могут выбрать сами жители. На Советской улице 44 полным ходом идет ремонт. Дом попал в губернаторскую программу «Мой подъезд». Здесь уже заменили уличный козырек, входные двери, окна, почтовые ящики и освещение. Положили тротуарную и напольную плитку. Продолжают красить стены и потолок. «Работы начали в конце апреля и до конца июля закончим здесь. По максимуму стараемся пожелания жителей участия. И в частности много идей было там по обустройству входной группы. Вот сейчас согласовываем с жителями, какие будут пандусы и поручень там». А вот по адресу проспект Ленинского комсомола, дом 10, работы уже завершены. Новые окна в подъездах поставили еще два года назад. Сейчас же полностью обновили входные группы. Заменили железную и тамбурную двери, напольную плитку, электрические щитки и почтовые ящики. На ремонт ушло два с половиной месяца. «Также полностью во всем подъезде были покрашены стены и потолочные площади. Также мы заменили освещение здесь, установили фотореле». Всего в 2023 году по итогам осмотров домов управляющей компанией и жилищной инспекции в программу «Мой подъезд» попали 32 подъезда в семи домах. «Программа подразумевает софинансирование со стороны областного бюджета и муниципального тоже. Соответственно, год от года условия софинансирования меняются. В этом году запланировано было 20% софинансирования на все адреса. В прошлом году для сравнения было софинансирование 50%, но выборочно». То есть 20% от стоимости ремонта оплачивает регионный округ, остальные 80% идут из срезов, накопленных жителями на текущий ремонт. На данный момент в Видном уже обновили 23 подъезда, еще 16% в работе. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В поселок Володарского каждый месяц приезжает мобильный офис «Мособл ЕИРЦ». В специальном микроавтобусе, оснащенном всем необходимым оборудованием, специалисты учреждения могут принять у жителей показания приборов учета или заявления на перерасчет, откорректировать данные по лицевому счету и произвести безналичную оплату жилищно-коммунальных услуг. У жителя поселка Володарского Виктора Хохлова возникли вопросы по начислению платежа за вывоз мусора. Чтобы разобраться в проблеме, он обратился к сотруднику мобильного офиса «Мособл ЕИРЦ». Я пришел узнать, почему мне 13 тысяч пришло. Потому что в апреле я заплатил, там у меня все было по нулям. А сейчас за июнь пришло 13 тысяч. Я должен заплатить. Ничего, почему. Передвижной офис учреждения в населенном пункте работает один раз в месяц с 9.30 до 16.30. Мобильный офис «Мособл ЕИРЦ» на территории работает один раз в месяц. Для этого выставляется информация во всех соцсетях, которые имеются на территории. Также в наших частных группах уведомляются представители управляющих компаний для удобства жителей. В специальном микроавтобусе, оснащенном всем необходимым оборудованием, жители могут проконсультироваться со специалистом, передать показания приборов учета, произвести безналичную оплату жилищно-коммунальных услуг и решить ряд других вопросов. Если какие-то вопросы возникают, по передаче неправильно передали показания, мы исправляем по фотосчетчикам, например, если приносят нам. Потом по перерасчетам к нам обращаются, за справками. Справка об отсутствии задолженности, финансовые лицевые счета мы даем. Жители довольны услугами мобильного офиса, особенно представители старшего поколения. Ведь у многих нет возможности посетить основное здание учреждения. Нравится то, что не нужно выезжать в район, а принимают именно здесь, на поселение. Это очень важно, так как не каждый может поехать, и там простоять очередь большую. А здесь все-таки народу не так много, и на месте вопросы решаются успешно. Я довольна их работой. Вопросы бывают разные. Где-то не всегда ясно в квитанции, может быть, какие-то цены стоят не очень, или, допустим, где-то, может быть, увеличение какое-то происходит. Когда интересуют меня такие вопросы, я прихожу и спрашиваю. Специалисты рассказывают, несмотря на сокращенный формат, во время приема возможно решить практически все основные коммунальные вопросы. В Ленинском городском округе сейчас мобильный пункт работает только в поселке Володарского. Так как это самая отдаленная территория от главного офиса, данная услуга помогает снизить загруженность и решить вопросы рядом с домом. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Максим Константинов, Видное ТВ. Условия участия в федеральной премии, налаживание связи с Дагестаном и даже съемка собственного реалити-шоу. На очередной встрече сообщества «Нежный бизнес» Ленинского городского округа обсудили проекты, над которыми сейчас работают его участницы. Узнал подробности Максим Козлов. Подобные неформальные встречи уже стали доброй традицией в организации, которую объединяет «Бизнес-леди». Они позволяют быть в курсе проектов, реализуемых сообществом предпринимательниц. Происходит информационное оповещение участниц о предстоящих проектах, о старте премии, конкурс «Нежный грант-2023», о предстоящих мероприятиях. Буквально на этой неделе мы улетаем на саммит Дагестан. Общероссийский проект «Нежный бизнес» начал работу на территории Ленинского округа в 2019 году и стал важной частью прежде всего социальной и общественной жизни муниципалитета. Вы стали значимыми в направлении развития социальных различных историй нашего города, уникальных порой историй. Люди вас слышат, видят, о вас уже знают, стремятся на ваши мероприятия. Сегодня «Нежный бизнес» позволяет решать большое количество реальных задач, которые стоят перед женщинами, развивающими собственное дело. Повышение качества своего бизнеса, улучшение какой-то составляющей финансовой, открытие дополнительных студий или офисов, даже такое есть. Вот находясь даже в этом помещении, Евгения, имея одно, на первом этапе нашего сотрудничества в течение года открыла второе. Одна из тем, которые обсудили в нынешний раз, участие в федеральной премии «Нежный грант». А именно, какие условия нужно выполнить, чтобы добраться до финала. Есть и другие весьма амбициозные замыслы. Делаем сейчас несколько совместных проектов, один из которых реалити-шоу для девушек в бизнесе, называется «Одна на старт». Проект, полугодовой проект большой, где 16 участниц будут в режиме реального времени полгода выстраивать бизнес с помощью экспертов. Сейчас в Ленинском округе проект объединяет более 150 участниц. Конечно, не все они смогли сегодня прийти навстречу, но благодаря тесным связям всю важную информацию получат и другие бизнес-леди. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ. В парк отеля «Орловский» прошел масштабный фестиваль моды, музыки, гастрономии и флористики. Под зажигательные мелодии отечественные дизайнеры представили свои коллекции одежды для детей и взрослых. Все это сопровождалось выступлениями артистов и выставкой изысканных растений. Подробнее о празднике лета расскажет Юлия Погасьян. Весело, вкусно и эстетично. Организаторы фестиваля «Орлов фэшн» на территории парка отеля «Орловский» постарались создать атмосферу загородной коктейльной вечеринки для самых взыскательных посетителей. Красивые люди и еще более привлекательные модели, которые продемонстрировали одежду российских дизайнеров. С российской моды сейчас на подъеме, на огромном подъеме. Много молодых дизайнеров, выпуск продукции увеличился в 2,6 раз за год. Ни одна отрасль народного хозяйства не показала такой бешеный всплеск производства и продаж. Это значит огромный потенциал у российских дизайнеров, стилистов, модельеров. Наконец-то мы можем достичь такого состояния, когда россияне будут носить российское и гордиться российскими брендами. Летняя одежда пестрила красками. Прослеживались вариации на тему цветочного сада. В этот день на сцене парк-отеля «Орловский» свои коллекции для взрослых и детей представили 10 отечественных дизайнеров. Для начинающей модели Марии Суницы из «Павловского посада» гордость выступать на этой сцене. Девушка мечтает стать профессиональной манекенщицей. Говорит демонстрировать такую красивую одежду – ее призвание. Процесс поднимает настроение. Наверное, все девочки хотят стать моделью, стать актрисами. Это очень интересно, это новые знакомства. Занимаюсь уже достаточно давно, с 8 лет. И также путешествуем по России и по зарубежью. Фестиваль «Орлов фэшн» проходит третий год подряд. Каждый раз собирает все больше гостей. И это неудивительно. Людей привлекает возможность разнообразить свою жизнь и необычно провести досуг. Отдельного внимания заслуживает гастрономическая ярмарка, где можно было попробовать блюда разных стран мира. Рядом выставка продажа изделий ручной работы, мастер-классы по изготовлению цветочных композиций, танцы и игры. Супер, мы выиграли! Волка! Классно, мне очень нравится. У нас сейчас подготовка к показу. Тоже будем участвовать. Все супер. Вы на сцене сегодня? Да, на сцене в качестве модели. Все очень здорово. Я всегда еще приеду. Очень понравилось. Цветочная тематика воплотилась и в виде объемных композиций, которые украшали фотозону. Ее создание – дело рук флористов из Барвихи, многолетних партнеров фестиваля. С радостью любим находиться на этом мероприятии в качестве гостей и в качестве партнеров. Очень интересно, очень интересно. Много людей, много приятных знакомств. Мне нравится. Орлов фэшн завершился. На организаторы уже строят планы, каким будет праздник лета в следующем году. Юлия Погосян, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видно этого. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин